Всем привет! Вы на канале о рыбалке. Подписывайтесь на канал, а также не забывайте включать уведомления. Это колокольчик рядом с кнопочкой подписаться. Мои видео выходят регулярно, каждый четверг после 7 вечера по московскому времени. Все полезные ссылочки смотрите в описании под этим видео. И друзья, обязательно поставьте лайк и поделитесь данным видео с друзьями. А также не стесняйтесь, пишите комментарии, вам ответят более опытные рыболовы или я сам лично отвечу. Сегодня речь пойдет о джиговой ловле, а конкретнее о том, с чего начать новичку, чтобы не разочароваться в данном виде ловли, чтобы начать уже сразу практически с первых рыбалок ловить рыбу. Ну и из своего опыта я понял, что правильно подобранный груз очень влияет на ловистость на рыбалке, на джиговой рыбалке. И сейчас мы об этом более подробно поговорим. Ну и первый тип груза это джиг-головка. Вот такая статичная получается оснастка, подходит вот именно для таких вот резиновых приманок, то есть для таких виброфлостов. Так, ну сейчас вытащу ее, покажу как она выглядит. Так, вот такая джиг-головочка, подходит именно вот, как я говорил, вот для таких вот, из моего опыта, вот именно для таких вот приманок, виброфлостов таких именно. И здесь вот вы можете увидеть, почему она именно для виброфлостов таких подходит. Ну, вообще подходит для таких более широких приманок резиновых. Так, как видите, вот если на узенькую одеваете ее, она вроде оделась нормально, вроде нормально было все, а потом вот так она разошлась. То есть резина разрывает резину. И для таких уже нужно другие монтажи использовать. Для таких приманок. Также еще хочу сказать вот про это ушко. Тут оно слишком маленькое, оно тоже очень важно, оно должно быть побольше. Иначе может заклинить, там зацепиться как-то, и игра будет нарушена данной приманки. Ну, и для узких приманок подходят вот такие типы монтажей с чебурашкой. То есть грузик отдельно, на шарнире тут колечко и оффсетный крючок. Желательно использовать оффсетный крючок, так как он уменьшает количество зацепов. То есть, видите, вот здесь он так монтируется, что не может ни за что зацепиться. Поэтому для новичков это на лучший вариант. Но вот этот тип монтажа, он довольно такой, ну, неудобный. Так как есть более такая, ну, современная, современный грузик. Сейчас вам его покажу. Вот такой грузик, он хорош чем, что здесь вот эта вот защёлочка вытаскивается, и вы можете легко менять вашу наживку. В отличие от монтажа с колечком, с чебурашкой. Вот советую тоже новичкам использовать вот именно такие груза. И вообще, в отличие от джиг-головки, лучше всё-таки от неё отказаться. Потому что игра не такая, игра более, вот с таким шарниром более наживая, более, вероятно, поклёвка. А для новичка это очень важно. Потому что если вы ничего не поймаете, вы разочаруетесь в данном виде рыбалки. Ну и по крючкам теперь. Можно и на двойники монтировать, но для новичков, как бы, это не рекомендуют, так как довольно сложный монтаж. Если вы крючок берёте, то смотрите, чтобы вот он легко разгибался. А то я один раз взял, попытался отогнуть, он у меня просто сломался. И, естественно, смотрите, чтобы по телу подходило. Вот, данный вот этот тип силиконовой приманки называется боксер. Вот, и крючок должен выходить вот из этого места. То есть и по длине нужно все крючки подбирать. Но, опять же, я не советую данный крючок крючкам, так как очень сложно его монтировать. А советую вот овсетный. Очень мне понравился такой тип монтажа. Очень просто, быстро в себя надевается. Я вот использую крючки фирмы Фанатик, мне не нравятся. Но это не реклама. Вот именно силикон фирмы Фанатик мне не особо нравится, потому что он какой-то рыхлый, быстро разваливается. Там какие-то вкрапления соли в нём. То есть он такой недолговечный. А вот крючками я очень доволен. А все свои крючки, вот такие крючки, наиболее подходят для начинающих. Так, ну и ещё есть специальные микроджиговые крючки. Они с виду как обычные крючки. Но у них вот такое специально большое ушко, чтобы они лучше двигались в воде. Это крючки именно для микроджига такие подходят. Ну а теперь о самих приманках. Приманки бывают пассивные. Это ларва и разведличные черви. И активные. Виброхвосты и твистеры. И новичкам рекомендую начать именно с виброхвостов, потому что пассивные приманки вот эти нужно применять особую игру. В отличие от виброхвоста, где просто простой ступенькой можно сделать три оборота, пауза, три оборота, пауза. И будет у вас результат. Ну вот, ларва, пассивная приманка. У меня одна пассивная приманка. В основном у меня твистеры и виброхвосты. Взял попробовать, так как необычная мама. Но не получилось у меня поймать, так как я ловил обычным способом. То есть, чтобы ее поймать, нужно там подергивать постоянно, там по-всякому. Ну, то есть, для новичка можно попробовать, конечно. Но виброхвост на виброхвост, скорее всего, больше вероятность, что вы поймаете. Вот, в прошлом сезоне конкретно вот эта резина, данный виброхвост, очень меня порадовала. То есть, смог бы поймать и окуня, и щуку на нее. И в дождливую, и в солнечную погоду. Всегда у меня клевало. И совет новичкам брать вот золотая середина, размер 3 дюйма. То есть, будет более-менее много поклевок. В отличие от больших. Большие, ни в коем случае большие груза и большие силиконки, для начинающих брать не стоит. Потому что нужно знать именно, где крупная очень рыба. А если хотите почувствовать всю джиговую рыбалку, то вот с таких примерно размеров, по 3 дюйма, может даже чуть меньше, брать. Я рекомендую брать таких уже полностью целых. По одному не брать, а брать упаковочкой. То есть, намного удобнее. Я прям вместе с грузом оснащаю и ложу туда внутрь ее. Вот так же и ларву я взял. То есть, так намного удобнее. Тем более, некоторые обладают там какими-то аттрактантами в них. И когда вы половили и ложите ее обратно, то она опять пропитывается своим запахом от других приманок. Ну и данная резина меня очень порадовала. Прошлым летом такая же есть Кейтэч. Абсолютно такая же, не знаю почему, название другое. Вот. И на данную резину у меня были самые большие угловы. Ну и если быть точнее, то данная резина у меня хорошо работала в июне на Финском заливе. То есть, на других водоемах может там и другие приманки какие-то, скорее всего, будут работать. То есть, каждому водоему нужно подбирать свою приманочку. То есть, готового рецепта никогда нет. Ну и на данную приманку хорошо ловился окунь и щука у меня обычной ступенчатой проводкой. Тогда как блесенки обычной вертушки никакого результата не давали. вот на эту резину мне удавалось поймать. Ну, то есть, рецепт какой? Если вы хотите поймать окуня и еще, возможно, щуку, то нужно использовать вот такой вот виброхвостик такого типа, как вы видели. Леска 0,25 у меня стоит. И нужен еще будет поводок. И также размер приманки должен быть средненький. Ну, вот как вы видели, данный тип приманки у меня 3-дюймовый. Поклевки будут реже, чем, ну, если вы будете ловить маленькими приманками. Но зато более крупные окуни будут и возможность поймать щуку. Если вы поводок снимете и будете ловить без поводка, то больше поклевок окуней будет. Но вероятность того, что щука вам оборвет, тоже есть. То есть, тут уже решать вам. И еще также очень важно подобрать вес груза. То есть, вес груза подбирается под глубину. То есть, чем больше, тем больше вес. Ну, вот в данном месте, вот в районе камышей, подходит 7-граммовый грузик. То есть, вот в данном месте и щуку, и окуня я поймал на 7-граммовый грузик. То есть, там примерно глубина там от 1,5 метра и выше. Ну, и пару слов о спиннинге, о удилище. Я не использую специально именно джиговый спиннинг, так как иногда приходится и на вертушечку половить. А сразу там несколько-два спиннинга с собой таскать, ну, не очень мне удобно. Поэтому я использую легкий спиннинг от 5 до 25 грамм быстрого строя. В принципе, он вполне подходит для ловля на джиг. Если что, можно его переделать на вертушки, на блёсны и на воблера ловить. Ну, и также можно микроджиговыми приманками на него половить. С 5-граммовым грузиком вполне нормально можно ловить, не покупая ультралайтовый спиннинг. Ну, и легким спиннингом от 5 до 25 грамм быстрого строя, почему я люблю, можно ещё и ловить микроджиговыми приманками. То есть, вот 5-граммовый грузик вполне подходит микроджиг. Микроджиг чем хорош, что будет больше поклёвок у вас. Но, правда, будет и более мелкий окунь, но будет зато больше окуня. Но тут и есть один нюанс. Если вы хотите поймать больше поклёвок, чтобы у вас было, нужно ловить именно, чтобы у вас леска была и без поводков. Так как поводки, немножко ухудшается игра. Приманочка маленькая, лёгкая очень. Поэтому нужно ловить без поводков. И на леску, чтобы она в воде прозрачная, чтобы не отпугивала окуня. Потому что окунь пугается, поводка более мелкий. Ну вот, виброхвостики я вам уже показывал, микроджиговые. Вот так же твистировочки. Вот именно на такой красный у меня довольно много окуня попонялось. Так что, если вы хотите, чтобы у вас было больше поклёвок, наловить побольше окуня, используйте микроджиговые приманки, леску без поводка, леску уже желательно на 0,2 поставить. Так как игра будет более лучше в таком случае. Ну а на этом на сегодня всё. Подписывайтесь на канал, кто ещё не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok